Привет! Меня часто спрашивают о мобильной террарии. Мол, Антон, смотри, там вот новый босс мобильной террарии есть. Какой-то там Аркам, Шмаркам, Кролик, Шмолик. Не спорю, друзья. Там даже есть вещи, которых нет в PC-версии террарии. Но мобильная версия террарии сделана просто в угоду бизнесу, понимаете? Она сделана, чтобы поймать волну популярности мобильных приложений. Я ни в коем случае не виню Relogic. Они молодцы. Они вот это запланировали и реализуют всё верно. Но когда речь заходит о том, чтобы мне в это поиграть, я всегда задаюсь вопросом. Зачем? Столь ли большая ценность того, что я убью ещё одного пиксельного босса или воспользуюсь каким-то оружием фактически в игре с отвратительной графикой на маленьком мониторчике? Да. Да, я графика-дрочер. Но... Но да, я в этом сознаюсь. Я не готов тратить свои моральные силы для того, чтобы поиграть в мобильную версию террарию. Да, если вы ещё не поняли, это моё мнение о мобильной террарии. Я... У меня накопилось за долгие годы существования мобильной террарии. И моей игры в террарию мне всегда предлагают. Это мобильная террария. Я слышу этот звук. Я хочу понять вообще, почему люди играют в мобильную террарию? Или в какие невероятные условия надо поставить человека, чтобы заставить его играть на столь неудобным управлением, неудобной для глаза графики? Почему? Почему человек играет в мобильную террарию? Я нашёл несколько причин для этого. Например, если вам нравится террария, и вы играли на PC в неё, и, допустим, вы куда-то ездите. И на вот это время, покуда вы куда-то едете, вы занимаетесь тем, что достаёте планшет или свой мобильный телефон и начинаете пилить старую добрую терку. Окей, это понятно. Вопросов нет, оправдано. Второй вариант. Если вы даже не играли в PC-версию, но вы опять же ездите на большие расстояния куда-то, будь то электричка, автобус, либо метро из конца города в другой конец города, если у вас есть метро, либо вы пешком идти, играть в террарию слишком проблематично, можно проблемы грести, но... Ладно. В общем, путешествие на транспорте подразумевает под собой возможность поиграть в террарию. Это я тоже понимаю. Ещё один вариант, когда человек может играть в террарию. Когда у него нет PC. Ну, просто человека нет PC, он ещё маловато, чтобы у него писюлька была. Поэтому у него есть либо его планшет, либо планшет его мамки, на которую он может установить террарию. И не занимая, так сказать, папкин комп, покуда он там кэсочку гоняет налево-направо, ребёночек может шкальничек, ну уж извините, что я называю всё своими именами, но так оно есть, играет в террарию. А потом пытается рассказать всем, насколько круто играть в мобильную террарию. На самом деле, ни насколько, ни настолько круто, чтобы, вот по крайней мере, по моим ощущениям, чтобы я просто установил, купил, купил мобильную террарию, она же не бесплатная, купил мобильную террарию, и начал проходить её на мобильном телефоне. Я на это не готов пойти, просто по всем вышеперечисленным причинам. Но чтобы человек начал играть в мобильную террарию, опять же, вышеперечисленные причины. Это большое расстояние, куда он перемещается, и внесёт с собой только мобильное устройство, где пользуются эти... Либо у него просто нет компьютера. Одно из двух. Либо он просто... У него есть свой телефончик, даже не планшет, а телефон какой-нибудь. Самсунг. Или что там у вас? Что там у вас у молодёжи? Какие? Молодёжь! Мобильные телефоны, но наверняка они поддерживают что-то там на андроиде. Что-то на андроиде. И вы можете установить себе террарию. Так вот, в путь, в путь. Но, пожалуйста, не срите мне в уши, чтобы я поиграл в мобильную террарию. На этом... На этом я закончу видео. Говорите своё мнение. Играли ли вы в мобильную террарию? Своё мнение по поводу мобильной террарии. Хотите ли вы в неё играть так же, как и в PC-версию? Либо вам... Нафиг это тоже не надо. Как и мне. Если у вас есть свой PC, вы достаточно хороший... В смысле, выросли, отраслили... Отрастили себе питон. Опять же, рад был с вами повидаться. Желаю вам всего самого наилучшего. Хорошего настроения, где бы не застало вас моё это самое видео. Пока-пока. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok